Всем привет! Продолжим доводить до ума наш с вами пайп по сборке докера. Сегодня займемся тем, что будем пушить наши образы. Я вас прошу обращать внимание по возможности не на конкретный код, который мы с вами используем, потому что это все легко нагуглить для разных CIS-TD систем. Главное понимать логику работы и то, как выстраивать принципы непрерывного дипло и вообще инфраструктуры как коды. Как я уже и говорил, мы будем делать сегодня докер-пуш, потому что у нас с вами готовые образы, которые валяются локально на Jenkins, и мы их использовать не можем. Но прежде всего мы сегодня будем смотреть на то, как Jenkins использует плагины, и в частности плагин, который у нас сохраняет какие-то реквизиты доступа и позволяет их использовать. Для того, чтобы добраться туда, нам нужно немножко проговорить про принципы именования образов. Знаете, сейчас, когда мы с вами билдим наши образы, они у нас бессмысленно вот так вот называются. Нан-нан, вы можете посмотреть. Образ докера имеет имя и имеет какой-то тег после двоеточия. Если у нас после двоеточия мы ничего с вами не ставим, никак не в те же наши образы, то по умолчанию ставится тег latest. Можно ставить любые теги, можно ставить версирование, можно ставить все что угодно. Мы до этого, в принципе, с вами доберемся, сейчас будем делать самые основные вещи. И после того, как мы так именуем образы, мы эти образы можем хранить не локально, можем загружать их в какие-то регистры. У нас могут быть свои хранилища образов, внешние, типа докера хаба или квая. В данном примере у меня есть какой-нибудь myRegistry.ru. И мы можем наш образ назвать так, чтобы он включал имя нашего хранилища образа, и потом этот образ туда, например, послать. Мы сейчас будем работать с публичным докер хабом, и вообще вот это вот все проименование образов мы будем с вами изучать в дальнейшем. Каждый раз, если мы будем пушить какие-то наши latest образы или образы с каким-то тегом, этот тег будет на нашем регистре обновляться, то есть со старого образа будет этот тег сниматься и ставиться на новый образ, если мы будем использовать тег с тем же именем. Пока это вот такая вот картинка, и ничего не понятно, как доберемся до консоли, будет сразу все ясно. Итак, вот моя машина с Дженкинсом. Мы можем смотреть через докер имиджес, какие у нас есть образы, и мы видим то, что мы с вами когда-то запускали Hello World, чтобы проверить его. Что-то мы собираем из Alpine, скорее всего, наш Toolbox. И вот те образы, которые мы с вами создавали 9 дней назад, 4 дня назад, у них нет никакого репозитория и нет никакого тега. У них есть только ID-шники. Это все, понятно, не очень удобно использовать, поэтому мы сейчас займемся тем, что начнем тежить наши образы. У нас с вами уже есть пайп, который мы с вами автоматизировали. Он лежит у меня на GitHub в моем профиле в Project Template. Называется репозиторий Jenkins Files Docker Build. Вот он наш Docker Build. У нас уже опрашивается этот репозиторий Дженкинсом по расписанию, так что мы сейчас можем здесь просто изменить и потом посмотрим, когда этот Дженкинс подхватит. Я при вас прям набирать это все не буду. Буду копировать и вставлять, но все это мы с вами разберемся, как делать. Значит, сейчас мы с вами делаем простой Docker Build. Нам нужно с вами добавить команду, которая будет добавлять какой-то тег сюда. Давайте добавим сюда Docker Build, скажем, минус T, так, Toolbox Latest. Вот и все, что я хочу на данном этапе сделать. Сохраняем изменения, пишем EditDockerTax. Коммитим. Отправляемся в наш Дженкинс. У него сейчас, по-моему, у меня эпичник 108 уже. Автоматизируем. Не надо мне это сохранить. И вот он наш Docker Build. Вот пошло выполнение. Я выключил автообновление. Давайте обратно его включу. Вот он пошел делать. Вообще выключу. Сейчас у меня будет страница до сюда дергаться. Вот у нас прогресс. Смотрим консоль output. У меня на Дженкинсе сейчас никакие слои не изменены, поэтому он собраться должен относительно быстро. Вот появился мой новый коммит. Видите, даже руками ничего не пришлось дергать. Он вот все это делает. Создает. И пишет successfully tagged. Прекрасно. Давайте я не буду уменьшать экран. Не буду заморачиваться. Прямо здесь же посмотрим Docker Images. И видим то, что появился Toolbox Latest. То есть сейчас уже этот образ я могу с вами начать использовать по имени. Могу запускать из него контейнер. Мы до этого еще доберемся делать. С ним все что угодно. Я хочу этот образ еще куда-нибудь запушить. До этого мне нужен Docker Hub. Ну и какой-то другой регистр. Публичный регистр докера это Docker Hub. В этом Docker Hub у меня уже этот образ запушен несколько раз. Но мы посмотрим сейчас на него. Есть моя учетка. У этой учетки есть логин и пароль. Сейчас мы этот логин и пароль добавим в Jenkins. И мы сможем вот сюда вот отправлять наш Toolbox. Вот я в последний раз добавлял сюда что-то два дня назад. Вот наш с вами Симаев Toolbox. Суть в том, что для того, чтобы отправить его сюда, мне просто нужно добавить еще имя репозитория. Больше ничего не нужно. Поэтому я иду в мой Docker файл и говорю то, что у меня будет называться не Toolbox, а Симаев Toolbox. По-хорошему здесь спереди нужно написать название нашего публичного регистрия. Но так как у нас сейчас никакой имени указано, то по умолчанию он использует Docker Hub. Не помню я какое у него там имя. Что-то Docker и его регистры. Не помню. Но суть в том, что сейчас я ничего не указал до имени репозитория. И значит, что это все будет у нас попадать на Docker Hub, когда мы начнем туда пушить. То есть сейчас мы просто соберем его с другим именем. Пишу то, что add repo name to Docker. Так. Отправляем. Jenkins там будет собирать это все. Нам сейчас с вами нужно отправиться в Jenkins и настроить в нем учетки. Для того, чтобы у нас учетки работали, если я не ошибаюсь, нам с вами нужно, чтобы у нас работал кредит. Кред плагин. Но, по-моему, у нас устроен по умолчанию. То есть здесь нет credentials вот этих вот. То смотрите, есть ли у вас плагин, который отвечает за эти креды. Значит, вот у нас с вами есть наше хранилище с креденшинами. Вот они. Глобальное. Будем использовать его. И давайте добавим сюда креды. У нас будет использоваться имя и пароль. Docker Hub позволяет авторизоваться по имени и паролю. Имя у меня на Docker Hub вот такое вот. Ничего удивительного. Пароль я сейчас посмотрю в 1Password. Вставлю сюда. И лучше назвать здесь ID-шник как-то понятно. Я напишу Docker Hub. Симая. Потому что именно по этому ID-шнику мы будем обращаться к пайпу. Сейчас мы здесь, видите, ввели логин и пароль. Надо, кстати, посмотреть, где он его хранит. Там, по-моему, они что-то изменили за последние несколько лет. Но суть в том, что этот пароль у нас хранится теперь в базе данных Jenkins. И мы сможем его использовать в пайпе без необходимости вручную его туда вбивать. Потому что у нас с вами используется инфраструктура как код. И если я вот здесь вот где-то в пайпе впишу свой логин, это, конечно, будет некрасиво. И пароль тем более. Поэтому я буду использовать вот этот вот плагин с креденшилами. Значит, я сейчас добавлю сюда же шаг. Еще раз идите. Который будет делать у меня Docker логин. На самом деле, не обязательно делать так. Мы сейчас это делаем исключительно для того, чтобы вам показать, как работают плагины для работы с такими реквизитами доступа. Потому что часто нужно использовать какие-то логины, пароли для доступа в какие-нибудь, не знаю, частные хранилища пакетов. Какие-нибудь частные, может быть, репозитории, библиотек. Да мало ли где может пригодиться логин и пароль. И я, значит, добавлю в стейдже один еще шаг. Вот такой вот. Выровнял вроде. Docker логин. Пишу, что это будет шаг Docker логин. И вот важная строчка. Я пишу with credentials. Креды типа username password. Мы вот здесь в Jenkins'е когда выбирали, там наверху был написан тип. Там есть, кстати, несколько типов. Давайте посмотрим, какие еще есть. Помимо username password есть еще вовон сколько вариантов. Причем очень удобно. Вот появилась Docker Host Certificate Notification. То есть по сертификату мы можем еще авторизоваться. SSH и так далее. Мы с вами сейчас разбираемся не с тем, как с Docker'ами работать. Мы к этому еще вернемся. А с тем, как используются логины и пароль банальные. Так вот, тип username password. Называется у меня ID'шник dockerhub.semaev. То, что я там указал. Имя пользователя будет попадать в переменную username. Пароль будет попадать в password. И затем я выполняю стандартную команду docker login. Я опять же здесь не указываю, на какой именно сервер мы логинимся. Потому что по умолчанию все полетит на dockerhub. Нам это и нужно. Через пару видео начнем пушить на какие-нибудь частные docker-регистри. Так вот, в минус U туда попадет переменная наша визерная импс. И в password попадет мой пароль. И нигде мы не должны увидеть мой пароль. То есть он всегда будет спрятан. То есть мы с вами логинимся. И сразу же, чтобы два раза не вставать, как говорится, еще здесь добавим шаг с docker push. Вот прямо сюда у нас появляется еще один stage, который называется docker push. И он просто делает docker push. То есть мы вот здесь создали образ с таким тегом. И затем мы этот образ с таким тегом push. Вот и все. Ничего особенного. Сохраняем изменения. Пишем edit docker login. docker push. Коммитим. И сейчас посмотрим, что у нас получится. Не факт, что что-то получится. Идем в наш Jenkins. Где тут наши сборки? Вот они. Он через минутку должен прийти. В течение минутки должен прийти. И это все найти и сделать. Вот наши последние с вами изменения. Пока новых шагов не появилось. Вот появился шестой. Сейчас, когда он начнет выполняться, мы здесь с вами увидим, у нас появились дополнительные же stages. Они здесь тоже выскочат. Пока это происходит, я вам скажу, что не обязательно, конечно, логиниться в docker hub с логином и паролем. Более того, если я не ошибаюсь, он у нас с вами создаст там конфигурационный файл с кредами для логина. Вот у нас логин удался, можем посмотреть. Вот он нашел скрипт, docker login, user, видите, и user скрыт, и паспорт скрыт. При этом он наон... Давайте выключим автообновление. Она вот так вот нам сбрасывает логи. При этом он нам еще пишет... Не туда я откнул. Он нам пишет то, что у нас еще пароль будет храниться не зашифрованный вот здесь. Мы сейчас в этот файл как раз и посмотрим. Давайте мы его как раз вот это вот скопируем и поглядим. И рассказывает, как от этого избавиться. Можете перейти по ссылке и потом почитать, как от этого избавиться. Значит, я... Нужно ли мне еще здесь быть? Давайте попробуем. Ладно, не буду я туда-сюда экран дергать. Проверяем еще раз docker images. Смотрим то, что вот у нас появился вместо toolbox. Toolbox остался. Вот он показывает то, что docker файл сам по сути не менялся 4 дня. И вот SEMAF toolbox тоже появился. То есть мы старый наш образ, который мы создали 4 дня назад. Мы же в нем никакие изменения не делали. Мы просто его по-новому тежим. И вот у нас появился новый текст. Я хочу перейти в пользователя Jenkins. Su-Jenkins. И посмотреть, как он говорит то, что наши пароли хранятся здесь в незашифрованном виде. Docker при логине создает вот такой вот файл. И мы этот файл, в принципе, в дальнейшем с вот этим вот токеном можем использовать для авторизации. И по-хорошему, конечно, нужно настраивать это все через дополнительные плагины Jenkins. Дело в том, что у вас может быть несколько регистров. Вы можете пушить что-то туда, что-то сюда и так далее. И тогда у вас этот файл будет перезатираться каждый раз. И в какой-то момент он может там пропасть. То есть с этим может быть много геморроя. Сейчас мы с вами просто разобрались, как работает кред-плагин. Вообще логиниться в Docker Register таким способом, через банальный Docker логин, неправильно. Но мы к этому вернемся. Давайте посмотрим, как там наш джоб с Docker build закончился, не закончился. Все прекрасно. Минуты 27 он так долго пушит, потому что ему там нужно хэши сверить, если я не ошибаюсь. Да, вот он в 32.25 грид пушит, а потом еще вот хэш сверяет. Давайте проверим, что у нас там на Docker Hub. Docker Hub лишь притормаживает. Last pushed, imminent ago. Вот он наш образ. И так у нас только один latest. Ну, собственно, больше нам ничего не нужно. Теперь мы можем просто на любой другой машине, вы можете на своем компьютере сделать Docker Pool, CMYR Toolbox, 2.0 latest, и скачать этот образ. То есть теперь этот образ в Docker Hub, мы можем его юзать всем миром. Итак, мы сделали с вами банальный Docker логин и Docker Push, просто для того, чтобы вы могли увидеть, как использовать логины и пароли в Jenkins'е так, чтобы их никто нигде не увидел, и чтобы их не хранить в своем коде. Jenkins это умеет делать, но это умеет делать все CICD-системы, у них разные для этого средства, но суть та же самая. Плюс мы с вами немножко поняли, что такое докеровские теги, как их использовать, и запушили наш образ. Это все еще очень далеко от того, как это делается в реальной жизни, но мы к этому добираемся.